Все произошло прямо на этом перекрестке в центре Коркина. В 12 ночи на огромной скорости лихач выехал с улицы Цвилинга на улицу Ленина. А где-то в этом месте сотрудники ДПС остановили пьяного лихача. Номеров нет, стекла тонированы и черный Ниссан сразу показался подозрительным. Инспекторы вспоминают. Остановили посмотреть документы, а пьяный водитель начал материться и размахивать руками. Вместо того, чтобы подписать протокол, он достал из кармана нож. Первый удар пришелся в грудь лейтенанту Матвееву. То есть ранение было вот где-то вот здесь, на уровне 4-го Мишеберя. Ну, можно сказать, что рядом с сердцем. Инспектору Браткову дебошир полоснул по лицу. Сломана перегородка носа. Остановить по ножовщину не смог даже прибывший на место наряд милиции. И нарушитель, выскочив из машины ДПС, в это время подоспел второй наряд, уже Коркинского ОВД. Успел нанести ножом удар еще одного сотрудника милиции. После этого он был задержан. Двое в больнице одного милиционера отпустили домой. Врачи говорят, чудо, что после таких ранений все остались живы. Да, можно сказать, что отделались милиционеры легко. Ранение было проникающее в грудную клетку. То есть в пригроменную полость. Но без повреждения сердца и легких. Неспокойный водитель сейчас в следственном изоляторе по ножовщину объясняет обиды на инспекторов ГАИ. 23-летнего Коркинса на дороге штрафовали десятки раз. Мотивы человек не объясняет. Старается как бы выбилить себя. Хотя здесь преступление очевидное. И не составляет сложности. Я думаю, что основным мотивом это пьянство за рулем. За вождение под шофе водители лишат прав на три года. Но они могут ему не понадобиться в ближайшие 10 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении власти».